Попав в организм, он находит в нем самые уязвимые места, будут те заболевания, которые долго не давали себе знать. Серьезную угрозу здоровью новый вирус представляет для людей в возрасте, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Опираясь на опыт лечения пациентов, врачи утверждают, что коронавирусная инфекция пагубно влияет на различные системы организма, поражается дыхательная, страдает и сердечно-сосудистая система. И в этом случае курс реабилитации просто необходим. Как он проходит, узнавала наш корреспондент Александр Коваленко в лечебно-реабилитационном центре. Высокая температура, кашель, потеря обоняния. Когда у Мира Охтовой появились все эти симптомы, то уже и результат КТ был неутешительным. 50% поражения легких. На лечение пневмонии в госпитале потребовалось 20 дней. Но когда болезнь отступила и казалось бы, что все позади, у женщины стало подниматься артериальное давление до критических цифр. Возникшая легочная проблема, усилившая нагрузку на сердце для женщины, обернулась гипертензией. Ведь коронавирус опасен тем, что он поражает мышцу сердца, вызывая различные патологии, такие как миокардит, нарушение сердечного ритма и не только. Сегодня с патологией сердечно-сосудистой системы в этом отделении лечение получает 38 пациентов, перенесших ковид в средней и тяжелой форме. По решению терапевта Мира Охтова была направлена в реабилитационный центр. Сегодня все показатели крови, АД, УЗИ и других исследований в норме, рассказывает нам лечащий врач Любава Щеголева. А сама пациентка не перестает повторять слова благодарности врачам, которые спасли ей жизнь. Там девчата, вот честно, их тут рядом нету, но как они за нами бегали, ухаживали, это такой адский труд, никому не желаю туда попадать. Здесь девчата тоже все, что могут и не могут, все стараются для нас сделать. УЗИ, не УЗИ, все процедуры, все лекарства, вот мы ничего не покупаем, все. И не столько, наверное, лекарства, вот сколько внимания самих девочек, врачей. Они зайдут, улыбаются, спрашивают, и нам уже на душе легче, и они у нас уже вылечили. Утренний обход реабилитационного отделения начинается с опроса пациентов, измерения сатурации, жалоб на самочувствие и корректировки лечения при необходимости. Здесь пациенты проходят все необходимое обследование. УЗИ плеуральных полостей, это практически мы всем стараемся, которые перенесли ковид, чтобы посмотреть, что там, спаечный процесс, насколько выражен. Общие клинические анализы мы смотрим, это и кровь, и мочу, и анализ биохимии крови смотрим, когулограмму обязательно смотрим, потому что препараты, на которых они выписываются, они серьезно могут влиять на показатели крови. Опять-таки, насколько выражен воспалительный процесс, как он сохраняется еще в организме. И по показаниям мы смотрим, в большей части мы смотрим УЗИ сердца, по показаниям мы смотрим УЗИ почек. Дальше, ну, ЭКГ, это 100% обязательно в случаях мы делаем. А дальше все по показаниям. Надо, мы проверяем и щитовидную железу, надо, мы и с неврологами там консультируемся, там делаем сосуды головного мозга. Это все уже дальше индивидуально по показаниям. Сегодня Андрей Колпаков на стадии завершения курса реабилитации после перенесенного ковида. Дышать и разговаривать теперь можно без одышки. Делится с нами этой радостью пациент. Сейчас на реабилитации нас поднимают еще лучше, то, когда разговаривать, разговаривали, аж одышка была. А сейчас проходишь 5000 метров по коридору туда-обратно, без одышки, без ничего. И давление вроде не сильно и большое. И пульс до 110 доходит. Я думаю, это при нагрузке такое-то не сильно большое. Мы поинтересовались, а как можно попасть на реабилитационное лечение. Проблем сейчас с направлением нет. Тем более, что они сейчас отправляют пакет документов на электронную почту. То есть даже больным не надо никуда дополнительно суетиться, ходить. Отправляют пакет документов на нашу электронную почту. Их уже распределяют по диагнозам по нашим отделениям. И мы сообщаем по телефонам, которые там указаны, мы сообщаем на когда дату госпитализации. Восстановление после перенесенного ковида длится от 3 до 4 месяцев. Поэтому необходимо строго выполнять все рекомендации врача и не пренебрегать дыхательной гимнастикой. Александра Коваленко, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.